Друзья, я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Мы делали анонсировку, что это прямой эфир. Вы на программе «Влияние». И мы откроем телефонную линию буквально через несколько минут. Телефон прямого эфира будет 916-844-1011. Нелли Мерте с нами в эфире. Нелли, добрый вечер. Рада приветствовать вас, дорогие телезрители. И для меня это праздник, что мне предоставляется возможность опять разговаривать с вами и передать весть истины через Божье Слово. Ну, слава Богу. Слава Богу. Как у тебя проходит твое время в Америке? Великолепно. Чем оно великолепно? Я очень много встречаю людей, которым служу в разных возможностях, в разных вариантах. Многие люди хотят услышать голос Божий, имеют частные нужды, вопрошают Господа о переезде, о серьезных судьбоносных вопросах. Я, конечно, контролирую ситуацию, не позволяю им чепухой заниматься. И я не спрашиваю Бога о всякой мелочи, потому что в Библии сказано, что мы должны сами иметь водительство Духом Святым. И лишь когда нужно утвердить какую-то весть, пришедшую от Бога, тогда я молюсь людьми. Здорово. В основном, в основном потребность со стороны людей, и в частности, наверное, много зрителей обращаются к тебе, я так понимаю, да? Да, зрители звонили в Германию, многие молились по телефону, по скайпу. То есть ты видишь, потребность вызвана тем, что у людей много проблем в настоящей жизни, или они все-таки стараются понять, что Господу угодно им в жизни следует, в смысле, не в жизни следующей, в следующем году, в завтрашнем дне, как мы говорим, да? Или есть и то, и другое? Юрий, проблем всегда было много. Проблема сейчас состоит в другом. Как написано было в Старом Завете, голос Господа редко. Ведение нечастое. В этом огромная проблема. И ведение нечастое. Люди не приучены в церквях следовать за Господом, за Его голосом, иметь водительство Духом Святым. Это самая актуальная тема, которая как-то лежит под сукном в церквях. Они не говорят, ее не обучают, народ не приучен прислушиваться голоса Господа. Даже тогда, когда у них есть дары, люди не осознают, что это водительство Духом Святым. То говорящее слово, те говорящие мысли, которые Господь дает им в течение дня, это слово знания. Люди не обращают внимания, потому что они наставлены в этом направлении. И моя цель – помочь людям перейти этот мертвый рубеж непонимания, что они тоже избраны для служения не только проповеди, не только евангелизации, не только содействия в семье, не только служения детям, но для того, чтобы исполнить волю Божью лично. У Бога нет избранников, любимчиков, которых Он может посылать на край света. У Бога есть дети Божьи, которых Он одинаково любит, одинаково хочет руководить, которым Он одинаково относится с нежностью, с любовью, с заботой. И для каждого из нас Господь имеет план нашей жизни. Знаешь, никакая теория вероятности не может сообщить события завтрашнего дня, потому что в жизнь вклинивается часто ситуация, которая не ожидается. Поэтому только Дух Святой может, заглянув в будущее, сообщить тебе, к чему тебе готовится, к переезду, к сложностям жизни, к ударам судьбы, или тебе нужно обратить внимание на детей, потому что атаки бесовские идут на них. Или Дух Святой может напомнить о том, что тебе нужно исправить какую-то ситуацию в твоей личной душе или в твоей семье или в твоей церковной обстановке. Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. Только там, он говорит, что год грядущий мне готовит, я перефразировал. Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. И из-за этого, наверное, много неожиданностей встречается. Если бы мы знали, понятно, мы бы спрогнозировали, что будет то, или другое, или третье, но это не в нашей власти. Ты вчера верно подметила, что мы служим Богу суверенному. И, кстати, о вчерашней программе твоей. Ты индивидуально преподала семинар на тему. Это была тема интересная. Вызвала она... Личное освобождение. Личное освобождение. Как мне говорили, люди были склонны услышать все-таки относительно пророческого служения, виды пророческого служения, виды пророка и прочее. И когда вот эта тема была преподана, и тем более в прямом эфире, ну, некий был даже резонанс. Один из... Один из... Я буквально через несколько минут, мы откроем телефон прямого эфира, и мы сможем принимать ваши звонки прямо в студию. То есть мы открыты практически для любого вопроса. То есть вне табу, так скажем, да? Да. Любой вопрос. Духовного, то есть личного освобождения, потом пророческого служения, потом водительства духом святым. И один из вопросов, который вызвал резонанс в некой мере, даже во мне вопросительный знак возник вчера, когда я в просмотре смотрел программу, что значит ли это, что христианин обязан или должен за каждым кустом усматривать влияние беса на свою жизнь. То есть, потому что мы можем так зайти далеко, скажем, в проникновение в духовные сферы, что мы можем усматривать проявление бесовского влияния за каждой дверью, за каждым кустом, за каждым окном, за каждой стеной, то есть везде. Но что мне понравилось вчера в тебе, что как бы я не трактовал, как бы я не трактовал, и как бы я не воспринял свидетельство о том, что будучи даже крещеной Духом Святым, ты вчера сказала, да, и Господь показывал тебе на определенный вид демонов, которые все-таки в тебе что-то делал на протяжении лет после зрелого возраста, так? Было такое, да? Да. У тебя было сразу несколько вопросов. Я думаю, это обольщение, если мы за каждой проблемой видим бесов, потому что Библия конкретно говорит, что есть дела плоти. Человек должен работать над своим характером, должен работать над собой, должен изучать Слово Божие, исследовать Слово Божие, которое будет вытеснять из нашей жизни негативные настроения, негативные характеристики, такие как раздражительность, обман, обидчивость. Но есть варианты, когда человек использует все возможности, все предложенные Богом способности или методы, да, забыла слово, все предложенные Богом методы, но не может освободиться от своей проблемы. В таком случае мы смотрим, нет ли духовной подоплеки. Например, даже обида. Один очень легко прощает, другой с великой сложностью. Один раздражительный, другой спокойный. Есть люди, которые никогда не знают мира. Они применили, может быть, все усилия, чтобы наполниться миром, но ничего не получается. Я встретила множество людей, которые молились и постились против своего греха, победы не было. Особенно грехи сексуального наклонения очень часто имеют под собой подоплеку демонического мира. Ты уже сказал мне, мне как-то не верится, что ты молилась пасторами и епископами. Юра, я минимум с 30 пасторами молилась, я не считала, но минимум, которые приезжали к нам на энкаутер или приезжали к нам лично. Или когда я была за границей и служила в церквях, пастора разных в церкви приезжали. Почему? Почему они приезжали к иностранке? Чтобы открыть свою проблему, которая была связана с давлением сексуального духа. Потому что в городе они не могли помолиться за себя, иначе бы их авторитет распался. Эта проблема могла бы быстро распространиться, были бы проинформированы люди, которые не должны были бы об этом знать. По той причине, возможно, они приезжали к нам, я обычно путешествую с кем-то еще, редко сама, приезжали к нам, чтобы мы оказали им помощь. Не поверишь, но это было недавно, на прошлой неделе я молилась за одного пастора, который тоже имел такую же самую проблему, и он минимум 20 лет пастор. Он сказал, что уже годы сопровождает мне давление беса духа блуда. Да, уже был момент пролета, где он где-то влип в любовную историю, но он показался, жена простила его, он сказал, но давление на мой разум не оставляет меня. Мы не должны забывать, что физиологические процессы происходят в организме, что у мужчины всегда будет либидо к женщинам, то есть такое притяжение сексуальное, эмоциональное. Но что мы победители во Христе Иисусе противостоим этим наклонностям и нашим плотским или греховным желаниям. Но если человек, несмотря на то, что он борется, старается победить, изучает Слово Божие, молится, постится, борется против греха, но не получает победы, для меня в этом случае приходит ясность. Нужно исповедание. Здесь демоническая проблема. Однозначно. Я обычно учу так, что если ты болеешь и страдаешь, говорят, у меня слабость. Но это не слабость, это грех, это даже одержимость может быть, это зависимость может быть. Один говорит, у меня слабость. Я говорю, стоп, слабость это другое. Бессилие. Это бессилие, да. Тут важно применить слово в тебя ярко выраженность зависимость, а не слабость. Поэтому если человек имеет зависимость, согрешил, упал, споткнулся, я обычно так говорю, что единственный, то есть естественный вопрос, который люди задают, должен ли человек исповедоваться обязательно перед кем-то. Ну, если был грех или падение. Я говорю, нет. Если ты падаешь постоянно, регулярно падаешь, спотыкаешься на тот же самый грех, в ту же самую яму, в то же самое болото лезешь постоянно, несомненно, ты в зависимости и тебе нужна помощь. Одно дело исповедание, затем второе. Освобождение. Падение. Отречение. Отречение, совершенно. Тут не может быть двоих мнений. Я сто процентов на твоей стороне. Сто процентов. Тут не может быть двоих. Но если человек упал, и как Давид, он кается, он плачет, он ищет Господа, он просит прощения друг у друга, то есть падение может быть различных форм и проявлений. Я там не обязательно говорю сексуального характера. Они могут быть очень-очень, ну, ну, уж в прямом эфире-то тебе скажу. Когда один из известнейших епископов пятидесятнического движения как-то позвонил мне по телефону. Вот. И позвонил по телефону, и через короткое время, у нас была беседа с ним, разговор, и через короткое время, а если быть точным, через две недели, он мне снова звонит и говорит, Юра, завтра вечеря Господня. И братья узнали, что я тебя обманул. И пошел ажиотаж среди братьев. И говорит, я звоню попросить прощения у тебя, потому что я явно тебя обманул. Я назвал его по имени, говорю, ну, ты должен, во-первых, обратиться к Господу. Это самое основное. Я тебя прощаю. Очень хорошо, что ты это сделал. Хуже, если бы ты в мой адрес, в адрес Юрия Чернецкого кинул какую-то кость и сказал братьям, братья, да он такой-сякой, он достоин того, чтобы я его обманул. Но ты поступил очень правильно. Хуже, что ты это делаешь, потому что завтра вечеря, и тебе надо преподавать вечерю. Это хуже. Это хуже. Тебе надо было, я говорю, сделать вне вечеря. Было бы вечеря или не было, ты должен попросить прощения. В этом случае я что имею в виду? То, что он поступил таким образом, это делает честь этому служителю, этому пастыру и епископу. Это честь ему делает. Это очень хорошо. Должен ли он исповедоваться, должен ли он, если он падает в этот грех обмана постоянно, несомненно, он в зависимости. Несомненно, там он подвержен дьявольской атаке, он зависим. Ему нужно явное освобождение. Явно там служители должны помолиться за него, на время он должен отойти от своего служения, потому что он в зависимости. Дух обмана, дух лжи в его устах. Это писание об этом. Но если он после этого не повторял то, что повторилось несколько лет назад, понятно, что там он свободен. Единократный грех. Единоразово совершенно. Нелли, мы откроем телефон. Можно местописание скажу? Да, сейчас я сделаю объявление. Друзья, мы открываем телефон прямого эфира. И, кстати, пожалуйста, выставьте сейчас на телеэкран. Спасибо. 916-844-1011. Мы выведем ваш звонок прямо в эфир. Вопрос для Нелли. Написано, свергнем себя всякое бремя. И запинающий наш грех. Да, или спотыкающий наш грех. Есть новый перевод. Смотри, грех идет отдельно от понятия бремени. Поэтому, когда я говорила о бесах, я говорила, люди есть обремененные бесами, которые годами насилили на себе это бремя, эту зависимость, это страдание. Порнография. Ты думаешь, мало христиан сидят на порнографии? Огромное количество. В практике души попечения я вижу, что многие люди запали в эту дыру, и они попали в зависимость. Через порнографию открылось место духу страсти, духу похоти. И несмотря на то, что они борются и читают Писание, и молятся, и постятся, и плачут, и ненавидят отогрев, они не могут его победить. Некоторые, являясь христианами, крещенными Духом Святым, не могут пройти мимо публичного дома. Почему? Они открыли место дьяволу. Дверь дьяволу. Иисус говорит, не давайте место дьяволу. Кому написано? Ну, Иисус, в Евангелии написано. Кому это написано, Павел говорит? Это написано христианам, которые уже осветились, очистились. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Кажется, это противостоит тому понятию, которое я преподавала вчера. Нет. О чем речь идет? О нашем духе. А что говорится о нашей плоти, о нашей душе? Что мы должны представить себя Богу достойными. Наш дух, душу и тело, есть несколько мест писания, сейчас не буду их цитировать, потому что мы ждем вопроса. Да, сохранится в чистоте, святости и целостности. Значит, три единицы нашего естества мы должны привести в порядок. Дух мы освящаем через Слово Божие, через крещение Духом Святым. Поэтому тело мы должны очистить, привести в порядок, чтобы Дух Святой пребывал в нашем храме и имел свободу. Мы выведем телефон прямого эфира. Итак, Татьяна из Колорадо, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам огромное, Мелли, за ваше такое учение. Оно так необходимо. И у меня такой вопросик. Я просто по случаю была в диване и хотела связаться либо с вами, либо просто хотела бы попасть в вашу церковь. И те контакты, которые нам давали, просто невозможно было бы, ну, мы не нашли. И я хотела бы спросить, вот, каким-то образом, чтобы где ваша церковь, чтобы взять контакт у меня подруга там живет, и она хотела, ну, попасть туда, ну, в вашу церковь. И у меня еще второй вопрос. Будете ли вы здесь, в Америке, проходить онкаунтер? Или как-то можете ли послужить? Можно ли с вами здесь как-то контакт взять? Вот такого у меня. Спасибо, Татьяна. Да, спасибо за вашу вопрос. Пожалуйста. Я думаю, что я могу дать вам мой частный телефон 0049. Ты не торопись этого делать в прямом эфире, потому что, знаете, как... Не боюсь. А? Не боюсь. Ну, потому что масса звонков будет. Я уже привыкла, что с утра до ночи звонят. Даже так, да? Только предупрежу. Ну, хорошо. Плюс 49 54 93 55 82. Ну, повтори тогда. Плюс 49... Это год, код Германии. Это код Германии. Дальше идет номер города. 54 93, мой номер. 55 82. У нас в церкви нет секретаря, который принимает звонки. По этой причине я даю свой частный телефон. Но адрес нашей церкви. Город Оснобрюк. Гёте-ринг-9. Гёте-ринг-9. Так что могут приехать. Мы находимся прямо около вокзала. Богослужение начинается каждое воскресенье в 10 часов утра. Энкаутеры мы проводим каждые два месяца. У нас 50 душепопечителей, которые проводят энкаутеры. Но мы делимся на две группы. Один месяц одна группа ведет энкаутеры, 25 человек. Другой месяц другая группа ведет энкаутеры. Все наши душепопечители имеют дары откровений. Поэтому мы не бьем куда-нибудь. Мы целенаправленно служим человеку, получая, узнавая корень вещей, корень проблемы. Потому что часто сам человек не знает, что с ним происходит. Он только говорит симптомы. Я слышу голоса, на меня нападают бесы. Я вижу, как тень меня сопровождает. Ужас меня сопровождает. Паника. Или я не могу прощать, несмотря на то, что я применил много усилия для победы и изучал Слово Божие. Или я не могу что-то кушать, какие-то сильные аллергические реакции, несмотря на то, что медицина уже вмешалась. Но иногда болезни приносятся демонами. Ну да. Спасибо, да, спасибо. Смотри, Неля, снова возвращаясь к вчерашней теме, к этому семинару, который ты проводила у нас на влиянии. Что вызвало вопросительный знак во мне? Это то, что из года в год ты говорила о том, даже применила пример того, что в ваших корнях были там и бабушки-гадалки, колдуни, и даже из мусульманского рода что-то связано, твои корни, да? И тебе приходилось, вернее, Господу приходилось показывать эти явления в твоей жизни и те моменты, которые требовали явного освобождения от демонического влияния. То есть, и когда ты говорила о том, что это было раз, два, три, потом эти все демоны, которые были выявлены, да, и которые оставили тебя, у меня вопросительный знак был, что в момент уверования, в момент получения духовного крещения, как могло сосуществовать свет со тьмой? Ложь с истиной в одном храме. Но, но, я поймал себя на мысли, что вот это место есть. Сейчас, сейчас. Святой да освящается еще. Святой да освящается еще. То, что ты ревновала о Боге и ревновала, и искала очищения, систематического постоянного освящения, вот, оно как-то в моем восприятии того, моего вопроса, как это могло быть в ее жизни. Но, когда ты рассказывала о том, что тобой двигалось желание угодить Богу, и я так тому человеку, который со мной смотрел, я говорю, слушай, мне это нравится. Мне это нравится. Даже то, что, вот, чтобы быть, то, что Нелли хотела быть, ну, непорочной, чистой перед Богом во всех проявлениях, в каждой области, это уже хорошо. Даже были ли там бесы или не были, но то, что она освящается, Писание поощряет. То есть, Господь не запрещает. Я прошу прощения, я даже не ожидал твоего ответа, я просто прокомментировал. То есть, оно не вызвало во мне вчера какой-то вопрос, то ли это какое-то обольщение, то ли это, потому что, ну, претенденты я нахожу в Писании, что мы должны каждый день освящаться, каждый день искать у Господа пути освобождения от того, что нас мочит. Поэтому это все нормально. Так, мы в прямом эфире, да, Виталий, кто там? Написано, выстром Божий, если только Дух Божий живет в вас. Потом прокомментируешь. Наташа, вы в прямом эфире слушаем вас. Я не дякую за ваше служение, я благословляю вас. Но у меня такая нужда, что он меня выпивает, и ходит в церковь, и все знаю, но выпивает. Но я могу в тебе верить. Он ходит в церковь, но выпивает. Сестра, я могу дать вам совет библейского направления? В Библии написано, что представляете ваше желание пред Богом. Я верю, что вы молитесь о нем. Это одна сторона. У нас есть несколько видов борьбы и молитв. Написано, чтобы мы молились, ходатайствовали. Второй вид молитв, чтобы мы боролись за своих детей. Да, да. Чтобы мы боролись за своих детей. В Библии сказано, что нам дана власть побеждать, что мы должны быть соучастниками божеского естества. Поэтому, если вы хотите увидеть славу Божию в жизни своего сына, выберите слово Божие и провозглашайте его. Потому что в откровении написано, они победили его кровью Агнца, и как еще? И словом свидетельства своего. Оригинал этого текста говорит, они победили его провозглашением. Мы сейчас больше пользуемся этим словом. Потому что понятие словом свидетельства, людям иногда кажется, что мы должны свидетельствовать о своих подвигах или о делах Божьих в нашей жизни. Нет. Здесь понятие свидетельства имеется в виду, они победили его словом провозглашения. Когда мы провозглашаем слово Божие на наших детей, в нашу жизнь, против наших болезней, слово Божие активно начинает функционировать. И написано, да, приступаем с дерзновением к престолу благодати. Для чего? Чтобы получить милость в своевременной помощи. Во время нужды, это дословный период. Во время нужды, да. Хотя там написано, для благовременной помощи. Чтобы вовремя получить помощь, во время нужды и вовремя. Не тогда, когда человек уже ушел в вечность в грехах и в пьяном виде. Поэтому используйте власть, которую Господь дал нам. Мы его дети, и мы должны противостоять всякому злому духу, который атаковал наших детей, который взял в плен. Всякому греху, который взял в плен разум детей. Я молила за своего сына очень конкретно. Я говорила, я пленяю твое помышление, послушание Христу. Я пленяю и разрушаю все бастионы твоего разума. Я призываю Божию благодать на тебя. Я призываю откровение и истину на тебя. Есть несколько вариантов борьбы и победы. Конечно, победа происходит от Господа, но борьбы есть несколько вариантов. Шестая глава. Галатам написано, наша брань не против плоти и крови, я сказал Галатам, но против духов злобы поднебесной. Почему мы боремся с этой злобой поднебесной? Потому что они атакуют нас. Написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. С чем мы должны разбираться? С нашими пьяными детьми? Ожесточать их сердце? Нет. Мы должны разбираться с пленом, который пленил их. Иисус сказал, я пришел отпустить измученных на свободу. Я пришел разрушить темницы. Действия сатанинских сил. По-моему, 4.19. 8.28, да, Матфея. Если Иисус пришел с этой целью, то мы здесь на земле тоже для этой же цели. Пленять плен и отпустить измученных на свободу. Иисус сказал, что он пришел разрушить темницы. Так что действуйте по вере и молитесь, чтобы Бог пришел и дал вам смелость наступать на силы ада и освободить вашего сына силой благодати. Спасибо, да. Мы примем следующий звонок. Нелли, у меня такой вопрос есть. Как церква немецкие, или немецкие, наверное, так как и американские, но русскоязычные немецкие, как они воспринимают вопрос алкоголя, употребления алкоголя по семьям? Русскоязычные семьи в основном не используют алкоголь. То есть вы понимаете, ваша церковь понимает, что алкоголь это вред, это зло, это грех? Дело в том, что эта проблема связана с нацией. Немцы не пьют вообще, как нация. Если они какой-нибудь наперсочек, там, 100 грамм выпивают после еды, это стандарт. Они даже на праздники больше не выпивают. Для русского населения это неприемлемо. Почему? Потому что это грех народа. С голубого ручейка начинается река. Так что у русских вот эта проблема. Если они возьмут один глоток, у русскоговорящих, у людей, приехавших из СНГ, то они не могут воздержаться дальше. Они начинают пить, пить, пить. Поэтому в наших церквях в основном не пьют. Понятно. Относительно вопрос такого содержания. Относительно есть, мы понимаем, демон-позест, по-английски это так звучит, я переведу. Демон-позест и демон-опрест. Есть состояние, когда человек, как мы возвращаясь к той теме, когда человека одержим, он зависим. И ты даже именовала ряд грехов, из-за чего человек попадает в зависимость. Просмотр фильмов, потом чтение романов. Рабство разума. Совершенно верно. А есть состояние демон-опрест. Мы называем это по-английски, когда разум находится под воздействием. То есть человек независим, не полностью уже вошел в зависимость, но он периодически бомбардируем дьявольскими или демонскими влияниями и атаками. Так как апостол Петр. Апостол Петр, когда Господь обратился к нему, говорит, отойди от меня, сатана. Потому что, когда Христос начал говорить, что мне должно пострадать, идти в Иерусалим и пострадать от руки этих язычников, то Петр говорит, да не будет с тобой это. Господь обратился и говорит, отойди от меня, сатана. То есть это не значит, что Петр был одержим дьяволом, но он был опрест дьяволом. Атакован его мыслью. Атакован в разуме, совершенно верно. То есть мы разделяем два состояния. Когда ты можешь быть бомбардируем, атакован, как ты верно подметила, то есть ум твой, твой разум, может, твое сердце, твой human being, как мы говорим, или ты можешь действительно уже быть настолько зависим, что там нужно явное освобождение и изгнание бесов. Дух рабства, да? Да. Смотри, есть два текста писания, которые показывают две разные позиции. Написано, противостойте ему твердую веру и убежит от вас. В каком случае? Когда атака происходит извне, на разум. Он может атаковать мысли, ощущения, желания, похотливые желания может послать. Но мы, Словом Божьим, противостоим. Я помню, когда мне было лет 18-20, у меня очень была сильная атака на разум, похотливых желаний. Я один раз, 22 раза произнесла текст о том, что наша плоть распита. Мы умерли для греха, и дьявол больше не имеет над нами власти. И только тогда пришла победа, что моя плоть распита. Так что Слово Божье помогает нам. Может, там беса не было? Может, в тебе беса не было? Может, действительно, это была атака? Атака на мысли. Потому что ты вчера говорила, что было много бесов. Да, они были на самом деле. Неля, казино. Сейчас, подожди, я объясню еще один текст. Противостойте ему твердую веру и бежит от вас. Это одна позиция. Другая позиция. Христос предупредил. Бесов изгонять из кого? Идти в мир из неверующих изгонять бесов, которые ему полностью принадлежат. Это было бы смешно. Потому что это его, бесовская территория. Мы не вторгаемся туда. Он хозяин, и там его подопечные, подчиненные. Понимаю. Для чего дало это повеление? Для очищения Церкви Божьей. Потому что многие люди приходили в Церковь. Пожалуйста, 19 глава Деяния апостолов. Что многие колдуны сожгли свои книги, которые занимались нечестием. И они пришли к Иисусу Христу. И я понимаю, что дальнейшее они освобождались. От всякой зависимости, от своих способностей. От демонов, которые жили внутри них. И производили в них сверхъестественные способности. В понедельник, когда я буду вести тему обольщения в пророческом служении, я приведу приблизительно 15 примеров, с которыми я лично сталкивалась, как в церквях функционируют отлично, активно бесовские способности. И люди даже не разбираются, откуда пришли эти источники. Но это понедельник. При чем они были крещены Духом Святым? В казино. Поступил вопрос, зависимость ли это. Видно, кто-то страдает этим грехом. Конечно, одноразовое посещение, независимость. Но если ты пойдешь на территорию дьявола, то ты можешь попасть в зависимость. Если ты один раз пойдешь в публичный дом, я даю гарантию, что ты туда будешь ходить постоянно. Потому что ты вошел на территорию активного греха. И демоны блуда, они вторгаются в человека. И заставляют его повторно и повторно падать на том же самом месте. Понятно. Я молилась за людей в Германии, которые были связаны проблемами казино. Мы даже целыми церквями за них молились. Это очень сильный дух рабства. Очень сильный. Люди не могут освободиться. Намного легче освободиться от духа блуда. Почему? Потому что человек осознает свой грех через Слово Божие. А казино оправдывается. Я только один раз. Я только попробую. Да это просто времяпровождение. Это никакой не грех. Из-за того, что человек оправдывает эту позицию, ему трудно освободиться. Вопрос, скажем, такой. Не идентичный греху, но похожий. Играют в лотерею. Как ты считаешь, это приемлемо. И очень многие играют. Почему? В Америке, если джакпот доходит до 350 миллионов долларов, страсть взять эти деньги, как буквально две недели назад сказал, говорит, я постоянно играю. Я говорю, для чего это делать? Я, если выиграю 300 миллионов, представь себе, сколько я денег раздам на служение. Легализованный обман. Все хорошо понимают, что это ловушка. А христиане до сих пор в это верят. Это крайне неразумно. Если мы свои деньги не доверяем Богу, не посылаем туда, куда они принадлежат, деньги принадлежат Богу. Мы должны благословлять церкви вместо того, чтобы надеяться на счастливый случай. У христианина не может быть счастливого случая. У христианина должно быть руководство. Я уже часто слышала, что люди очень просят и молятся, Господь, помоги мне выиграть, но в большинстве случаев проигрывают. И теряют даже то, что они заработали своими руками. Поэтому это безрассудство. И крайней степени ни в коем случае не надо участвовать в этих лотереях. Даже здравомысленные неверующие люди понимают, что это хитроумная ловушка, которую невозможно избежать. Обязательно провалишься. Какие еще виды игры, они могут поставить человека в зависимости конкретную? Когда дети привязаны к компьютерным играм. Сейчас расскажу один случай. К нам приехал мальчик. Прошу прощения, потому что люди ждут на линии. Один маленький случай расскажу. Алла, мы сейчас примем вас по бытии на линии. Хочу ответить на конкретный вопрос. К нам привезли мальчика-баптиста. Я была одна дома. Это был такой приятный молодой человек, 28 лет, самокротость, такой нежный. И парень, который его привез, сказал, он очень сильно мучается от демонов. Я спрашивала, много вопросов задала. Детство чистое, христианская жизнь. Все идеально, все хорошо. Почему же ты мучаешься от демонов? Он говорит, они просто сопровождают меня, они давят меня, они дают мне спать. Стоят тут в кровати, душат меня, стягивают одеяло. Все явные признаки давления Бесовского. Я сказала, хорошо, раз ты сам видишь, что демоны тебя атакуют, давай будем молиться об освобождении. Чтобы Господь мне открыл, что за проблема, потому что в твоей жизни я не вижу причин для демонической атаки. Ты вроде бы настоящий христианин. Когда мы стали молиться, он начал реветь, как лев. Как раз дети были дома, и они сказали, мама, постоянно здесь эти странности и звуки, дай нам поспать. И это длилось два часа. Я спросила, Бог, что это за дух, который так сильно власть берет над ним, атакует его. Я не вижу причины и духовной базы для этого поражения. И Дух Святой показал мне видение. Я увидела 12-летних мальчиков, которые стоят между собой о чем-то договариваться. И я знаю, что вот сейчас произошла драка, то есть видение со словом знания. Я спросила его, не помнит ли он какой-то момент в жизни, когда произошла драка, и какие были последствия. Он сказал, конечно, помнит. Его сильно побили ребята. Но у него был друг мусульманин, который потом сказал ему, я буду тебя всегда защищать. Но давай побратаемся кровью, чтобы зуб за зуб, око за око. Они порезали пальцы, побратались кровью. Что это значит в духовном плане? В Библии это запрещено делать. Это значит проклятие поколения мусульманского он принял на себя. Поражение мусульманского, исламского учения он принял на себя. Это была первая причина. Дух Святой никогда не показывает события, вещи, сюжеты, которые не играют роль и не имеют отношения к духовному поражению. Ну и давай, может, примем звонки. Нет, второй случай. Я стала спрашивать, Господь, какая еще причина? Мы разобрались с этим, какие-то демоны вышли. Дух Святой называл мне их названия. Но этот лев повторно и повторно кричал через него. Потом я спросила, Боже, ну что это за лев, который орет через него? Что это за дух такой управляющий? И Дух Святой мне сказал, это оборотень, это дух оборотня. Я спрашивала его, играл ли он в какие-то игры, играл ли он в театре, превращался ли он в собаку, кошку или еще какие-то явления. Это тоже возможно в настоящее время и в истории, но это было возможно. Он сказал, нет, нет, нет. Я говорю, Господь, откуда же он пришел этот дух? И Дух Святой сказал, он играет в игры в интернете и принимает фигуру другой личности. Когда я стала расспрашивать, чей образ личности он принимает в интернете, он сказал, я на третьем или на каком-то девятом левеле принимаю образ какого-то высокого рода демона, который управляет землей, который освобождает других духов, якобы мудрые существа, спрятанные Богом когда-то в подземелье. Но он их освобождает и с их помощью орудует во вселенной. И он проводит 9 часов за игрой. Где родители смотрят? Куда родители смотрят? Он уже взрослый, 28 лет. А, я думал, он ребенок. Нет, нет, нет. И вот, пожалуйста, пришел Духоборотня, он принял чужой образ. И от имени этого образа, в состоянии этого духовного аффекта практически, отменяя себя, не осознавая себя, но только был как орудие демонических сил, он играл эти страшные игры. Да, в начале этой недели, даже мы, да, мы сейчас Аллу примем, в начале этой недели мы говорили о том, что с кем-то из, кто-то из гостей у нас был, и эта тема была поднята, насколько это пагуба и зараза, вот это компьютерные игры. Это очень мягкие слова. И когда мне отец говорит, я говорю, что ты на день рождения ребенку приобрел, как говорит, компьютерную игру. Это цепи. Так, я говорю, а что-то другое-то, ну, он любит только компьютерные игры. Я говорю, ну, а если бы ты что-то другое подарил, ты знаешь, чтобы он мне устроил? Я говорю, стоп, стоп, вот это уже большая проблема. Отец, служитель церкви, ребенку покупает, видит, что тоже попал в зависимость, и зная, что это опасность, и он мне говорит, ты знаешь, что он мне устроил бы мой ребенок, если бы я ему не купил компьютерную игру на день рождения. То есть это уже серьезная опасность. Тут бери этого ребенка и по мягкому месту отшлепай, так по-русски. Только это я говорю... В Германии нельзя так говорить слух. Конечно, и в прямом эфире, я бы это тоже не сказал, но я так по секрету только тебе говорю. Отшлепай его по заднему месту, чтобы неповадно было. Алла, вы в прямом эфире, мы приветствуем вас, слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к сестре такого характера. Имеет ли право сестра при посещении больных молиться с возложением рук и помазанием елеем? Может быть, сестра с какими-то дарами, имеющейся дарой от Бога? Можешь ли ты это делать? Спасибо, Алла, вам. Потому что, наверное, вопрос тем вызван, что написано, призвавший просветировал. Яков говорит, больно ли кто, помазавший елеем? Пусть призовет присвятера в церкви, а не помолится за него, помазав его елеем во имя Господня. Можешь ли ты это делать? И молитва веры исцелит болящего. Да. Вопрос к тебе. Может быть, сестра это делает? Давайте определимся в своей позиции. Кто мы во Христе Иисусе? Написано. Кому написано? Всем детям Божьим. Вы цари и священники. Вы царственное священство, даже написано. Святые, взятые его дел. Кому написано, да приступаем с дерзновением к престолу благодати? Кому написано, что мы имеем право молиться и ходатайствовать? А жена в церкви да молчит. Не властвует над мужем. Давайте не выдирать из контекста. Не поучает мужа, там написано. Я знаю, что этот текст часто вырывает из контекста. Жена в церкви да молчит. Но суть этого полного текста не поучает своего мужа. Поэтому давайте вернемся теперь к этому вопросу. Но если уж говорить, что жена в церкви да молчит, давай еще вспомним Акилу и Прискилу. Ну да. Которые что делали? Учили истине кого? Аполлоса. Аполлос, горя духом, но недостаточно понимая Слово Божие, провозглашал истину не в полноте. Кто его наставил? Жена и муж. И дальше о них сказано. Я приветствую Акилу и Прискилу. И церковь, собирающаяся в их доме. Кто там учил? Хазиева. Так что мы видим, что многократно Павел напоминает о женщинах, которые служили. Деворы и так далее. То есть, ну ты с Елеем Помазанием совершаешь служение над больными? В основном нет. Валя, мы не уходите. Валя, мы сейчас вас примем сразу. Я сто процентов уверена, что это можно сделать. Но ты не делаешь этого. Как не делаю. Как Дитя Божие. Каждый человек это имеет право делать. Как священник в духе. Я не возношусь как священник на самом деле. Как ответственный пред Богом. Но я больше пользуюсь верой. В доме у тебя Анатолий, твой муж все-таки глава или ты? Конечно, муж. Но я уже говорила, что у нас совершенно распределенные обязанности. Это здорово. Валя, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Приветствую вас. В нашей церкви все используют елей. Но я не привыкла к этому. Я привыкла действовать верой. Понятно. Валя, слушаем ваш вопрос. Возлагать руки на больных. Да, я еще раз отвечу. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сердечно вам благодарю за эту передачу. У меня вопрос к сестре Анели. Скажите, пожалуйста, может ли быть это хулана Духа Святого или просто дух противления в человеке? У меня был такой случай. Ко мне на одной из молитв, одна сестра, с которой действует Дух Пророчества, она мне сделала замечание. У меня не было рукав такой длинный в платье. И она сказала, ты не можешь так молиться. Ради того, чтобы не уготить Духа молитвы, я оделась, как она сказала, для нее поприличнее. Потом на второй раз обратно какое-то было для меня такое пророчество обличения. Но как-то мой дух не принимал это. Что это может быть? Или это у меня противление Духу Божьему? Или это может... Сестра, я отвечу сейчас на вас вопрос, но я хочу вернуться к вопросу Аллы. Это очень многозначительный вопрос. В Библии сказано, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Кто возложит руки на больных? Ученики Иисуса Христа. Так что Алла была предыдущая, да? Если вы считаете себя ученицей Иисуса Христа, поступайте по повелению Иисуса. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Здесь нет предпочтения маленьким, большим, дядям, тетям, мужчинам, женщинам, братьям, сестрам. Дети возлагают руки на больных, и люди исцеляются. Моя дочка молится за больных, и люди исцеляются. Итак, вопрос этой сестры. Вопрос этой сестры состоит в том, что кто-то откорректировал ее поведение в одежде. Да, во время молитвы. Во время молитвы. Это был не кто-то, это был сосуд, это пророк был. Я склонна мыслить так, что если в церкви есть определенные установки в одежде, во внешнем виде, в прическе, в косынке, то пророк обязательно заряжается этим настроением, этими правилами, этими установками, которые утверждаются у него внутри. И есть такие люди, которые склонны больше требовать внешне, внешний уровень поведения, чем внутренний состав человека. Внешне это тоже правильно. Есть местописание, я знаю это местописание. Поэтому я хочу вам, дорогая, сказать. В Библии сказано, да, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, недорогие уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек. Люди обычно берут этот текст и используют только одну деталь. Они забывают о сокровенном сердце человека и тренируют всех, да будет украшением не внешнее плетение волос, настаивают настолько, что это понятие внедряется в ум человека. Я много видела пророков, которые утверждали не истину Божьего Слова, а стандарты, принятые в их церкви. По местной церкви. По местной церкви. И пророчествовали стандарты, а не истину Божьего Слова. А Слово Божие говорит, что вы заповедь человеческую возводите в божественную заповедь, и что Бог против этого поведения. Поэтому если мы человеческую заповедь утверждаем, а истину Божественную заботиться о душе топчем ногами, мы грешим. Давайте я специально вернусь к этому тексту, то есть мне обязательно зададут этот вопрос, да будет украшением вашим. Какой внешний стандарт приемлем Богом? В Шотландии мужчины носят юбки. Я уже в прошлый раз говорила, в Бирме мужчины носят юбки. Они грешат или не грешат? Это культура их страны. Во время Иисуса Христа все мужчины носили длинные хитоны. Что такое хитоны? Это платье до пят. Если сейчас пастор придет в церковь в платье до пят, то подумает, что он не владеет своей головой. То есть в каждое время были свои стандарты одежды. И люди церковные придерживались наиболее скромного стандарта. Поэтому в Библии написано, пользуюсь временем, потому что дни лукавы. Оригинал этого текста говорит. Живите соответственно времени, потому что дни переменчивые. Переменчива мода, переменчивы настроения, переменчивы стандарты. Уверенность переменчива каких-то правильных или неправильных стандартов. Но слово Божие не меняется. Да, слово Божие не меняется. Но в отношении внешности мы видим, что стандарты меняются. Есть красивые элегантные мужские костюмы, есть красивые элегантные женские костюмы. Но мы не носим костюмы первого века. Ни те, ни другие, ни мужские, ни женские. Потому что стандарты поменялись. Вопрос также был в том, вот сестричка, она в переживании... Короткие рукава. Ну, нет, не тот. Она в переживании, не было ли это хулана Духа Святого. Потому что то слово, которое было в ее адрес со стороны пророка, этой женщины-пророчецы, оно не совсем было ею принято после этого. В Библии написано так. Один пророчествует, а прочий рассуждайте. О чем рассуждать? Рассуждать о том, соответствует ли текст пророчества кодексу Библии. Если текст пророчества не соответствует духу Писания, я могу его отложить и вообще навсегда забыть. Не написано, прочие критикуют. Прочие там еще что-то дело отвергают, прочие там насмехаются. Вчера я говорила, слушают внимательно. Совершенно верно. Размышляют, анализируют. И потом делают вывод, принять или отвергнуть. Потому что в массовом количестве пророки пророчествуют мечты сердца. Даже в Библии так написано. Вы пророчествуете мечты сердца. Вы хотите свои установки, свои законы, свои утверждения сделать в церкви, которые не соответствуют божественному происхождению. Вопрос такой поступил. Когда ты пророчествуешь, бывает ли тебя это постоянно по вдохновению? Или, как я понял вопрос, или это временами бывает то, что ты обязана пророчествовать? Пророчествовать. Хочешь или не хочешь, дух говорит или нет, но тебе сказали пророчествовать. Юра, вот у меня в руках кружка. Я тебе хочу ее сейчас подарить. Если я тебе подарю ее, она теперь принадлежит тебе? Ну, конечно. Она навсегда твоя. Ты можешь пользоваться ей, ты можешь пить из нее всегда. Это кружка, в которой есть живая вода. Пожалуйста, верни. Господь дарит нам дар. Дар этот постоянно принадлежит нам. Мы постоянно можем пользоваться даром пророчества. Он теперь находится в моем духе. Я постоянно могу воспользоваться этой текущей благодатью. Поэтому мне не нужно ждать какого-то супер вдохновения. Я начинаю молиться на языках, чтобы открылся источник. Я начинаю прославлять Бога, чтобы усилилось вдохновение. Но дар действует всегда. Поэтому люди меня спрашивают, ой, а вдруг Бог не даст тебе слова? Я говорю, такого не может быть, потому что Бог дал мне эту способность для эффективного служения в Его Царстве, для постоянного действия. Пророчество для Церкви не всегда. Приходит вдохновение. Иногда Бог говорит, сегодня не ходи пророчествовать, а у меня такое сильное вдохновение. Но Бог мне говорит внутри, я уже двинулась к сцене, не иди пророчествовать. Я говорю, как? У меня такое помазание. Господь говорит, сегодня будут руки служить. Точно через минуту выходит другое. То есть ты не претендуешь на монополию в Церкви? Абсолютно никогда. Наоборот, я всегда стараюсь поставить себя в зале. Родовое проклятие. У нас много звонков. Родовое проклятие. И будет ли оно влиять после обращения человека? Будет ли влиять на христианина? Я еще раз проговорю о пророчестве. Но если требуется сейчас пророчество, меня просят вопросить о какой-то нужде. Я ходатайствую и жду Слово от Господа, и приходит Слово от Господа. Если в Церкви необходимо произнести Слово от Господа, я чувствую какое-то помазание, оно у меня всегда есть с собой. Может быть, больше, меньше вдохновения. Я просто беру микрофон, славлю Бога, и когда я славлю Бога, вдруг приходит пророческое Слово. Родовое проклятие. Насколько оно влиятельно на христианина, который все-таки обратился к Богу? Давайте посмотрим. В Старом Завете есть некоторые отголоски этой темы. 18 глава второзакония сказано очень много об оккультизме и следствии за ним происходящим. То есть причинно-следственная цепь событий обязательно будет иметь место. И сказано так, что пролитие крови, хождение к идолам, оккультизм, как бы общим словом можно назвать, колдовство, ворожество, там другие варианты. Сейчас очень много модерного оккультизма, магия, волшебство и так далее. За эти проблемы будут рассчитываться люди до третьего, четвертого рода. То есть за то, что люди обращались к источникам демоническим, проклятие ложится на поколение. Проклятие это выражается во внешних поражениях, аварии постоянные, бесплодия, штрафы постоянные, слышание голосов, томление. Человек принял Иисуса Христа, получил крещение Духом Святым, не может себя простить. Всякий дух самообвинения. Или его посещают демоны. Я расскажу за одну девочку. Она уже уверовала, уже была христианкой, это было в нашей миссионерской церкви. Получила крещение Духом Святым. Я говорила, тебе надо освобождение. Ой, ну я же никакие грехи не делаю, я никуда в оккультизм не впадала. Я говорю, ну как же, тебя же посещают два парня НЛО, то есть неопознанные летающие объекты, которые приходят к тебе через стену, беседуют с тобой. Эта девочка была немножко внешне повреждена и выглядела уродливо. Поэтому с ней, конечно, никто не дружил. У нее была очень короткая шея, практически отсутствовала. Она сказала, ну если эти друзья из космоса меня покинут, тогда я вообще никому не буду нужна. Я говорю, посмотри, как тебя в церкви любят. Ты уже имеешь новое начало, ты имеешь зачаток Духа Святого, ты молишься на языках. Откажись от этих демонов, и я буду молиться за твое освобождение. Я не буду молиться, пока ты не примешь решение. Она сказала, ну хорошо, молись за мое освобождение. За некоторые проблемы она молилась. Были признаки освобождения, там руки тряслись, то другое. Дух Святой открывал мне еще некоторые моменты. Но когда я пришла к основной проблеме, категорично сказала, или да, или нет, она сказала, я еще не готова расстаться со своими друзьями. Я сказала, тогда я молиться не буду за изгнание этого Духа порабощения. А что же это за, смотри, что же это за языки, которые она имеет, и вместе с тем одержима этим инопланетянинами? Она неодержима, они к ней приходили. Эти бесы приходили. Но из-за того, что они общались с ними... Не уйдет ли Дух Святой, будучи огорчен? Нет, конечно. Он, наоборот, соучаствует в освобождении и сгоняет демонов. Даже часто бывает так, если я молюсь за баптистов, которые пришли для освобождения, я им говорю, получите сначала силу Святого Духа, чтобы Дух Святой вытеснял демонов изнутри. Но если есть опасность в этом утверждении, Наля, если Дух Святой живет в нашем Духе, а плот не пользует немало... А демоны живут в теле. Смотри, а плот не пользует немало, так не дойдем ли мы до того, что, скажем, слушай, что хочу, то и ворочу своей плотью, потому что плоть это такое временное... Есть такая форма заблуждения во всех странах. Вот, я об этом и говорю. Не попадем ли мы, скажем, в крайность от того, что я не переживаю за свою плоть. Да, она там блудит, она грешит, она еще там... Она язык матерится, это плоть. Главное, что Дух во мне Святой живет в моем Духе. Давайте посмотрим шестая. Шестая глава римлянам отвечает на это. Конкретно касаясь плоти. Мы должны распять свою плоть. Где? В водном крещении. Что мы делаем? Мы приобщаемся ко Кресту. Мы распинаем свою плоть. Для чего? Для того, чтобы закон греха потерял над нами власть. Так что написано, что ваш дух, душа и тело должны представить... Да, сохраниться. Осверненными, да. Неосверненными до дня пришествия Иисуса Христа. Почему тело тоже должны быть неосверненными? Наля, последнюю Лару примем. Да. Потому что время так... Лара, вы в прямом эфире, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую Гули и сестра Мелли из Германии. Очень рады вас видеть. Говорите внятно. Очень нравится эта программа. Хочу вопрос какой-то сказать. Может ли другой человек, полиция, ну, о каком-то другом человеке, если его просит? Если тот не просил, он молится и говорит, что ему Бог открывает что-то отрицательное. То, что у другого человека, ну, как бы, и лично Бог открывал. Ну, понятно. Что имеется в виду освобождение? Вот. Астерпичный и визитичный. Нехорошие слова. Говорит, что это Бог ему открыл. Хотя первый человек спросил его молиться. Спасибо. Я не пойму суть вопроса вообще. Суть вопроса, по-моему, заключается в том, Виталий, ты мне подскажи. Подскажи мне. Я понял, что кто-то не просит о нем молиться, а этот все-таки молится. О чем-то негативном? Или о демоническом молитве? Нет, о чем-то негативном, я так понял. То есть я сам... Молиться можно всегда друг о друге. Потому что воля Божия, чтобы мы молились, написано, чтобы мы приносили прошение пред престол Божий. Вплоть до того, он не хочет, но я могу молиться. То есть вопрос, если он не хочет, могу ли я молиться? Я должен молиться. Совершенно верно. Но здесь вопрос, похоже, в другом. Или было какое-то негативное откровение, пожалуйста, скажите внятно, мы ничего не поняли. Если человек обнаружит в себе какой-то грех, или другой кто-то обнаружит какое-то негативное качество в тебе, я могу молиться, я должен молиться. Друг за друга. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Как в душевной области, так и в духовной области. Суть вопроса. Суть вопроса, что за нее кто-то молился, она не просила их. И потом они говорят... За освобождение молились? Нет. А потом они ей говорят, мы за тебя молились, и Господь вот такое, такое, такое тебе сказал. Но это вполне естественно. Мы можем молиться хоть о ком. Конечно. Мы же, мы заботимся, мы единое тело Христово, мы молимся о всех людях в церкви. И я даже так нашим новоиспеченным пророкам говорю, молитесь о любом человеке в церкви, ходатайствуйте, и Дух Святой принесет вам весть об этом человеке. Это тоже тренировка пророческого дара. Мы тренируем себя, потому что люди говорят, дар совершенный. Да, конечно, написано, что всякий дар, нисходящий свыше, совершенный. Но мы, как передатчики, несовершенны, поэтому мы тренируемся служить в дарах. Если Бог что-то открывает человеку, мы ему это говорим. Единственная проблема, что человек может не воспринять это откровение, или откровение неясное, неточное, или откровение не соответствует реальности, ситуации, позиции той личности. Но много раз бывало так, конечно, я сейчас никого не оправдую, потому что есть пророки, которые надуманными настроениями действуют. Завтра, понедельник, я буду об этом рассказывать, что многие люди свои предположения, свои новости, свои идеи выдают под вуалью откровений. И тогда говорят, вот мне было, вот мне было, вот мне услышалось, показалось, или пришло на ум. И они думают, что это все откровения. Но часто это их собственные выводы. У нас в церкви было, как ты думаешь, было следующее видение и откровение через пророка. Он встал после молитвы и говорит, братья и сестры, я вас не видел, то есть я видел вас сидящими, но вместо ваших голов были машины. На каждом теле была машина. Автомобиль. Но все братья встали, служители говорят, приложи толкование. Он говорит, все вы думали о машинах, как приобрести машины, и Господь показал, что вы не сидите в собрании, а ваши головы где-то там на аукционах. Такое может быть. Даже логически это невозможно. Потому что сколько умов, столько идей. Каждый живет в своем образе мышления. Кто-то, может быть, единственный думал о машине. Но все не могут. Но все не могут. Совершенно верно. Это его предположение, или разговоры, которые перед этим вели, которые он выдал. 30 секунд, и мы выйдем из эфира. Итак, Нелли, в понедельник будет интересная тема. Друзья, прямой эфир в понедельник с Нелли Мертис. Час пролетел, видишь, как быстро. Бог даст возможность. Мы, друзья, снова проведем открытый эфир с Нелли Мертис. Я буду вести энкаутер. Через одну субботу. Через одну субботу. Поэтому Господь доблагословит вас. В Портланде. В Портланде даже, да. Друзья, Бог доблагословит вас. Спасибо, что вы были с нами. Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос拜拜.